Помимо пандемии, мурманчан волнуют и другие проблемы, связанные со здоровьем, особенно если они касаются юных северян. Вопросы социализации особенных детей интересуют как родителей, так и специалистов. Именно этой теме и была посвящена конференция психологов, которая состоялась в Мурманске. Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в психологической помощи больше всех. Метод инклюзивного обучения – один из видов такой помощи, предусматривающий совместное воспитание особенных и обычных детей. Уроки и внеклассная деятельность проводят совместно, что позволяет ребятам из обеих групп относиться друг к другу терпимее. Такие образовательные методы активно применяются и в нашем регионе. В дошкольных образовательных учреждениях обучается более 4000 воспитанников, требующих особого подхода. Кроме того, около 4000 школьников обучаются с особенностями развития и также более 400 студентов в системе среднепрофессионального образования. Все эти дети требуют специального подхода и сегодняшняя конференция посвящена именно вопросам работы с такими детьми. Инклюзивное образование включает и психологическую помощь, которая в Заполярье носит систематический характер. Почти в каждой школе работает консультационная служба. Проводят эту помощь высококвалифицированные специалисты, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи. И проводят неплохо, потому как по оценке родителей законных представителей 98,4% удовлетворенности от общего количества числа обращений действительно дают хорошую оценку. По словам участников конференции, благодаря хорошо налаженной системе психологической поддержки, ни один ребенок не останется без внимания профессионалов. А это весьма благотворно сказывается на здоровье маленьких северян. Продолжение следует...